Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками, с их работами Педро Беругетте. Испанский художник наиболее яркой фигуры испанского искусства эпохи перехода от готики к возрождению. По предположениям учился живописи в Саламанке у Фернанда Гальего. В молодости отправился в Италию, где работал под покровителем Федерико де Монтефельтро, герцога Урбинского. Я сочитываю данные википедии. Время проведенного Педро Беругетте в Италии, он несомненно посетил Флоренцию и Венецию, стало решающим в выявлении самых значительных качеств его творческой личности. С 1475 года Педро начал работать в Урбино, при дворе герцога Федерико де Монтефельтро, что свидетельствовало рядом источников. В документах Урбина он упомянут как Пьетро Спаниола, то есть испанец. Частым гостем герцога Федерико был Пьеро де ла Франческо. Урбино Беругетте трудился вместе с Юсасом Ван Гентом над серией портретов современников, знаменитые мужи, папа Сикс IV и другие. Познакомился с Мелодца де Форли Пьетро де ла Франческо. В 1483 году вернулся в Кастилию. Работал в соборе Святой Марии Толецкой. По заказу торквемады расписал центральный алтарь монастыря Святого Фомы в Авильде. Работал в храме Вознесения в Санта-Мария-де-Л-Кампо в монастыре Мерафлорес под Бургасом. Последние годы жизни трудился в родном городе. Его творчестве соединяется традиция итальянского, фламандского и испанского искусства. У него был сын, сын Алонсо Беругетт, который стал скульптором. Надо сказать, что точная дата возвращения Беругетта в Испанию неизвестна. Возможно, что это произошло в начале 1480-х годов, о чем свидетельствуют исполненные им фрески для собора Толеда. Ну вот так вкратце о Педро Беругетте, испанском художнике, наиболее яркой фигурой испанского искусства, эпохе перехода от готики к возрождению. Все, всем пока, всем привет, смотрим работы, до свидания.